Наступает один из самых прекраснейших и радостных праздников, праздник Рождества. Испытать, пережить по-новому истинную радость Рождества не всегда это получается. Разве самый необычный и необыкновенный праздник может быть привычный? Что необходимо для того, чтобы этот праздник каждый раз, каждый год был обновлением радости в жизни человека, обновлением истинной радости? В этом помогут те люди, которые непосредственно участвовали или соприкасались с рождением Иисуса Христа. Нам нужно запомнить три основные слова, чтобы применить это в жизни и чтобы праздник этот был по-настоящему радостным для каждого человека. Самое первое слово – это любознательность. Конечно же, пастухи услышали важные слова. Что им будет великая радость, потому что родился Спаситель. И обратите внимание, они не пропустили мимо ушей эти слова. Они не придумали причину, почему они не должны идти. В конце концов, они охраняли овец своих. И как бы они могли сказать, нельзя оставлять на ночь, куда-то идти. Но написано, что пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. О чем возвестил нам Господь. Вот это простая пастущеская такая любознательность, интерес. Не быть равнодушным. Вникать, пойти и посмотреть. Чтобы Рождество действительно было настоящим в нашей жизни, необходимо возбуждать в себе интерес на основании Слова Божьего. Необходимо, чтобы мы взглянули на то место, где родился Иисус Христос. Каким образом Он родился. Чтобы мы увидели глазами своего сердца. И это первое слово. Любознательность. Второе слово это рассудительность. Когда пастухи пришли, посмотрели на младенца Иисуса Христа, они рассказали Марии, Иосифу, возможно еще кто-то были там. Они рассказали, как именился ангел. И все слышавшие удивлялись. Но посмотрите, что написано о Марии. «А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем». Мария родила Иисуса Христа. Тем не менее, она внимательно слушает и сохраняет. Написано слагая. Подобно как, когда вы получаете там какую-то прибыль и складываете эти банкноты тщательно, вот что-то подобное, слово за слово, она сохраняет, слагает в своем сердце для того, чтобы размышлять. Она могла о себе думать, она и так уже героиня. Она послушалась Бога, она родила, но она понимает, что эти истины, о которых она слышит, принесет ей пользу. Потому что родился Спаситель. И она сохраняла все эти слова. Это рассудительность. Это разумность. Мы должны быть любознательными. Мы должны исследовать и слагать, и сохранять все эти слова в своем сердце. И последнее слово – это жертвенность. Жертвенность – это касается тех волхвов, которые увидели звезду на Востоке, которая возвышала им о рождении царя иудейского. И что же они сделали? Они собрались, они проделали долгий и опасный путь. Они искали долга, и когда наконец-то они нашли, что же они сделали? Они поклонились младенцу. Они принесли дары, золото, ладан, смирну. Это все им стоило огромных затрат. Времень, энергии, средств, чтобы проделать этот путь и поклониться рожденному младенцу. Это жертвенность. Без жертвенности нет поклонения. Мы должны быть готовыми жертвовать своим временем, своей энергией, своими средствами для того, чтобы совершить истинное поклонение перед нашим Спасителем. перед младенцем Иисусом Христом. Пусть Господь благословит всех истинно верующих людей в Иисуса Христа. Быть любознательными, быть рассудительными и жертвенными. Тогда Рождество будет истинной радостью и новым переживанием, что родился младенец Иисус Христос, Спаситель мира. С Рождеством и с великой радостью вам, дорогие! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова